В преддверии празднования Дня Победы глава Твери Алексей Гоньков в рамках рабочей поездки проверил благоустройство мемориальных зон и воинских захоронений на территории города. Большинство из них к празднику уже готовы, там уже проходят патриотические мероприятия и возложение цветов. Предпраздничные майские дни главным мемориалом города традиционно приносят цветы школьники, студенты и даже воспитанники детских садов. Патриотические мероприятия с участием представителей молодежных и общественных организаций начинаются за несколько дней до 9 мая. В этот же период во всех районах города подходит к завершению общее благоустройство памятных мест. В преддверии 9 мая мы традиционно объезжаем все наши знаковые места, все наши воинские захоронения, смотрим, насколько они готовы к этому праздничному мероприятию. Парк Победы сейчас активно готовится к 9 мая. Завершаются работы по косметическому ремонту в мемориальной зоне. Отремонтирован и покрашен пантеон памяти. О том, что уже сделано, главе города рассказывает директор дирекции парков Максим Рупанов. Все покрасили урны, все обновили по центральной аллее. Все у нас в этом сезоне здесь будет все в тюльпанах. С водоемом. Что у нас? С водоем сегодня. Сейчас уже закончили все прочистку. Сейчас даем воду, включаем насос, фонтан на 9 будет работать. Одной из основных общественных зон, где пройдут торжества, площадь Устелы Тверь, город воинской славы. Здесь проведена очистка и покраска малых архитектурных форм. Заканчиваются работы по озеленению и оформлению газонов. Далее в ходе рабочей поездки Алексей Гоньков посетил мемориальный комплекс «Смоленское захоронение». Обелиск Победы и ряд основных памятных мест в Московском и Заволжском районах. Работы по подготовке к 9 мая на этих объектах практически завершены. Субтитры создавал DimaTorzok